В Запорожском кукольном театре прошел ежегодный фестиваль творчества Жевтневого района. Организаторы отмечают, в этом году школьники не просто делали рукотворные украшения и игрушки, но и грамотно обосновывали их происхождение и традицию. 12 лет назад, когда здесь провели первый фестиваль творчества, участников было не так уже много. Но ежегодное количество школьников, желающих представить свои подделки, растет, а потому пришлось выбирать лучших. Изначально целью нашего фестиваля было предоставить талантливым юным запорожцам возможность показать свое мастерство, свои умения, свои навыки, которые они приобретают, обучаясь в хруштах художественно-эстетического направления. Поэтому наш фестиваль работает на двух площадках. Вот здесь, в фойе областного театра кукол, располагаются прикладники. Педагоги говорят, фестиваль – это возможность не только вспомнить свои корни, но и сплотить семью. Ведь не секрет, что над некоторыми работами кропотливо сидели не только школьники. Это наши народные традиции. Тут мы показываем, что в прошлом было и колядки, и побожания, и новоречные свята. И дети творят своим мастерством, отродживают старинное мастерство и показывают в своих работах эти свята. Это обязательно нужно. Это приближает семью. Семья должна сгуртоваться. В школе повага до учителя, до коллег, до друзей. В этом году большинство работ были в этенанке и кукле. Эти работы делать всегда интересно, признаются школьники. Ведь из ничего можно сделать настоящий шедевр. А вот главным украшением фестиваля стали куклы-мотанки. И, кстати, для зрителей в этом году было вдвойне интереснее наблюдать кукол. Ведь школьники знают о них гораздо больше, чем некоторые взрослые. На Різдвяне свята делали и даривалися обереги. Одним из таких оберегов была лялька-мотанка. У давнину людина чувствовала сильнейшие связки с силами природы. Вивержение вулканов, землетруст, наводнение, страшные буря тощо. Все это впливало на жизнь человека. Вековый стан человека был коротким, потому что силы природы были очень активными. У маленькой человека выникало чувство страха, поэтому человек потребовала чувство защиты. Батьки для нее придумали оберег, поэтому первый оберег был берегиня мати. Всего на фестивале было представлено больше 300 работ школьников.